доброе утро всем суббота как видите я еще не на базе отстоял я ночью здесь вчера мне так сказать не повезло не подфартило не хватило даже ехать долго очень-очень долго меняли контейнера поэтому пришлось приночевать здесь и потом еще и ворота не открывались 15 больше 20 минут почти не открывались ворота поедем сегодня значит на базу сейчас настроим круизник и погоним 240 километров нам проехать ой больше трех часов хотела машину с у меня помыть хотел постираться посмотрим ничего страшного сыраемся сегодня были позавтра ну все погнали стою рядом с портом машинку проверил порядке топлива у меня пол бака есть должно хватить мне на все туда поехать и потом в порт вернуться переграли мне вчера все дела план ну что делает очень страшно захватим полдня еще считайте заплатит мне за эти полдня у меня еще не было такого чтобы я в субботу стоял на контейнерах ни одного дня чтоб я как бы что ты хочешь пристал мне трафик вот стоит коллега он чего 45 устал что ли здесь здесь не очень хорошая я вот здесь стоял и боялся с правой стороны ну при стоял боя стоять боятся я стоял боялся видите здесь какие-то бочки химия какое-то место не особо хорошее место здесь просто максимум полчаса можно стоять но этот дружище отдыхает бельгиец решил здесь отдохнуть ну мне переживать особо не стоит я поэтому выспался и не поехал да там раньше времени потому что мне 24 если бы у меня было бы 45 обязательно тогда бы я конечно стартанул как и планировал в 6 утра но поскольку торопиться особо не надо мне только для отдыха торопиться надо так сказать поэтому я выспался и теперь мы держим путь на базу я уже в районе порта третий раз ночью ничего спокойно еще знаете интересная ситуация по поводу как интересно достаточно это важная ситуация мы работаем на голландских номерах и особо так особо так нас не не тревожит так скажем может быть это какое-то подсознание работы да что мы стоим в кромках но как андрюха мне сказал это большой плюс в голландии что мы с немецкими номерами и поэтому поэтому иногда становится там где как бы может быть другого бы оштрафовали какая-то солидарность националистическая эмоциональная так скажем присутствует вот вот здесь хорошо здесь по этой полосе идешь красный средний работает работает для той полосы но там слева я стоял вон там две машины стоит в прошлый раз я стоял вот с витасом ну а тогда конечно в промках как бы нельзя стоять но если знаков нету в эти промки здесь нету знаков ну я встал аккуратно чтоб не мешать воротам не нарываться так сказать важно не нарываться не становиться где попал где ты будешь мешать заезду конечно все будет больше процент что не оштрафуют а если конечно ты станешь в воротах закроешь их извини меня это это само по себе нарушение помимо того что нельзя стоять в промке как говорится ты нарушаешь закрываешь въезд выезд проезд видел я таких и вот тогда когда я остановился когда видос говорит да мог стоять в воротах я ему сказал по моему вообще стоять нельзя но тем более зачем мне это надо ну не стоят в воротах ну пусть стоят ну мы там рано стартанем ну откуда мы знаем во сколько приедет машина во сколько открывается эта контора кто-то будет заезжать может быть и с работников директор приедет это ему мешает езжать так что лучше это не делать погода сами видите вообще-то тепло вот я делал обход обход судна достаточно тепленько ну не жарко но еще кстати мне было жарко я даже выключал эту самую натопил кабину включал я на автономку как называется репаста ну вот идет 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 только в самом конце видит что надо бы как бы дорогу уступить ну скажем спасибо девушке девушки с красивыми ногами с красивыми ногами потому что мы до лица не видим мы видим только ноги озабоченность проявляется озабоченность женскому полу давно супругу не обнимал кстати ребята пятая неделька закончилась пойдет шестая идет шестая вчера звонил коллега мне из Хейстер Кампа рассказывал ситуацию в компании собирается уходить ну я еще раз хочу сказать про Хейстер Камп Хейстер Камп как и любая другая компания на данный момент подвержена влиянию рынка до всегда она была подвержена любая компания была подвержена и Хейстер Камп в основном всегда был заточен на перевозке концерта но поскольку перевозки видимо упали приходится водителям отрабатывать не как было и времена по 8 недель можно было работать просили даже работать а тут получается 5-6 ну что делать да деньги нужны согласен я еще раз говорю что вот я бы работал в Хейстер Кампе в свое время ну до вот этой фирмы честно говоря я работал бы и и не было бы проблем даже не думал бы уходить в какую-либо компанию если бы мне позволили работать 8 через 4 ну зарплаты где-то в районе 85 да да я здесь зарабатываю почти в 3 раза больше чем в Хейстер Кампе в день ну вот если скажем в неделю я в Хейстер Кампе зарабатывал в свое время я работал по 40 ой по 70 евро и не жужжал не просил зарплаты ну хотя может быть зря надо было просить я зарабатывал ребята 490 чистыми бдей 490 да 7 и 7 с 49 ёпара саде да все таки это маловато конечно 85 это еще нормально а по 70 потому что 85 на 7 получается ну почти 900 будет почти 600 евро да здесь я на руки в неделю в хорошую неделю без высчета месячной польской страховки какой-то там 130 евро ну вот грубо говоря если я отработал 5 дней я получаю 920 на руки если половину беру еще субботу то получаю чуть 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 больше тысяч ну сами понимаете разницу да но мне здесь еще раз повторюсь очень нравится очень нравится и сама работа и отношения в коллективе отношения начальства отношения с планингом с диспетчерами да я вообще по телефону еще ни разу не звонил хотя могу позвонить пообщаться вот но ну зачем это надо показать свое знание английского языка да ладно мне не надо никому ничего доказывать мне недостаточно комплиментов которые мне говорят на базе и коллеги и главное что вся переписка она официальная то что вы будете говорить на словах но это будет будете знать только вы и тот с кем вы общались так скажем правильно поэтому всегда лучше чтобы это было задокументировано потому что Андрей даже как-то говорил что бывает накладки они говорят что у них не было информации что ты якобы закончил а Андрей говорит я показывал Эрику вот мои все письма которые я отсылал как это не было но это и везде да когда вы пишете сообщение переписка есть какая-то но здесь кстати я не видел что сообщение сохраняется а тост почему-то может ли может потому что если ты делаешь игнор они удаляются ну не знаю кому вчера например получилось задание вот смотрите 240 километров не ехать до базы и точка загрузки в понедельник находится в двух ста километров от базы в обратном направлении в сторону порта причем от порта точка загрузки по восьмидесяти километров я естественно написал Эрику что мне делать я в принципе был готов пойти на автохофф ну что делать для меня это не проблема но Эрик сказал я сейчас у них спрошу тогда они мне прислали изменение маршрута ну я его прислал опять Эрику говорит я знаю и смеется и смайлик понимаете вот начальник так пишет не просто начальника а владелец компании написал им видимо ребятам что происходит как это так мой водитель будет отдыхать 45 45 где-то в промке или где за чей счет а если поэт на базу и вернется потом на погрузку за чей счет топливо они мне переслали но все равно там получается где-то сто сорок километров загрузка ну как то вот так ну это приятно очень что я уже повторюсь в прошлом видео сказал что владелец компании не отмазывается типа ну это их косяк ладно следующий раз я их попрошу ну знаете такие вещи понимаете да здесь он просто реально работает над этим надеюсь они там на меня не обижены но я ничего такого особого не сделал я просто спросил Эрика как мне поступать в данной ситуации мне не нужны проблемы а-ля вот того литовца что я рассказывал уже не раз который поехал на базу хотя должен был ехать в сторону Амстердама и сделал круг на 120 км в одну сторону я человек непривиледливый готов к трудностям водительским в нашей профессии надо было бы встал бы и стоял бы с этим проблем у меня нету единственное планы бы сбили что я не постирался и в магазин не съездил такие вот дела ребята но в основном все хорошо я доволен денежки приходит каждую неделю во вторник зарплата в четверг приходит специально я понял почему он приходит в четверг получается так в понедельник идет сообщение с запросом о сколько вы отработали на прошлой неделе я пишу например пять с половиной дней причем я пишу не боясь что это будет обсуждаться как было в фикс транспорте я писал пять дней два часа а мне пишут луи сказал луи сказал это что луи сказал что я не работал что вы могли там типа в пятницу какую-то ерунду какую-то бред блин совершенно непонятно здесь такого нет мне сказали если ты хотя бы час ехал на базу тебе пол дня будет оплачиваться главное чтобы этот нет на этот час не был после того как ты мог ехать вчера и приехать на базу ты почему-то решил не ехать вот это главное если у меня остается 15 минут какая база это база 240 километров это радует реально ты свободен в своем решении либо ты не едешь на базу потом доезжаешь но это тебе не оплачивается либо ты видишь не вынужден встать как вчера произошло что я не могу приехать на базу еще я понял что нужно отсылать что взял контейнер сбросил контейнер еще помимо письма еще в планшете ну объяснять почему потому что вчера мне пришло письмо впервые please pick up нет please change контейнер я уже конечно его менял вкус сказал конечно конечно на базу already уже ну они окей ну правильно как я без контейнеров меня не хотели вчера выпускать из города понимаете ворота не открывали я стояла пипикал пипикал уже подразделся не поехал на другие ворота на другой едет задом сдал там такое не совсем хороший и дня можно сдать там тоже а телефон в этом первом не работает зависла втором тоже не работает работает только в третьем а туда там уже неудобно перестраивается можно после второго обратно задом можно сдать и тогда нормально можно ехать и в третьем но я пошел туда через решетку подъехал видно местный работник порта с контейнером на тягаче я ему говорю помоги мне у меня ворота не открывается скажи пожалуйста там он говорит окей скажу ну сказал что то не потом раз 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 и уехал а я блин все равно не открывается начал пипикать смотрю переключилась табло и все слава богу поехал у меня хорошо время было запасть но не хотелось сделать распечатку писать там какие то и так у меня одно нарушение висит там на 3 минуты по это когда я попал в офигеннейшую пробку в рот но вчера вообще такой интересный день был с андрюхой встретились на погрузке посмеялись вот мне нравится с андреем общаться на разные темы причем мы общаемся вообще именно на английском языке у него такой английский очень понятный эффект и то что у меня я не говорю что у меня там перфект я сносно разговариваю спокойно без проблем объясняюсь понимаю что от меня хотят что у меня спрашивают меня понимают это очень приятно очень это большой плюс и для себя и для самоутверждения так сказать но она погрузка вообще проблем нет в Германии не в Голландии кстати кстати у меня спрашивали по поводу английского языка как часто здесь нужно использовать английский язык что я хочу сказать на работе на самой работе в принципе английский не особо нужен разговор ничего особенного так скажем так же как и везде объясниться на пальцах или там ой все 5 10 это без проблем я видел как ребята объясняются ну как обычно да вот там говорит так здесь у меня по моему было 8 10 но я боюсь эти камеры проезжать надо их где камера по моему было но основа общения на английском языке это все таки внутри компании в коллективе потому что есть люди которые говорят по-английски но очень-очень очень-очень слабо но ничего работают и не боятся учиться английскому понимаете это очень важно ну плюс по телефону поговорить конечно можно дать трубку там другому человеку он поговорит о тебе а потом на собеседование с Аннушкой ну как есть так есть ну и потом выкарабкаться можно как бы немножко обмануть но все равно самообразовываться надо потому что потому что есть случаи когда Эрик не понимает что от него хотят что от него хочет водитель и он не может ему объяснить тогда он прибегает конечно к помощи другого водителя брата свата там друга ну и потом Эрик он настолько общительный человек он любит общаться с водителями он любит им что-то рассказывать он любит слушать понимаете то есть не только там сдал документы получил документы да там или в письменном виде что-то такое как бы решил какие-то проблемы в письменном виде блин я так боюсь радаров вот реально после этого немецкого радара наверное сейчас письмо счастья повторюсь и тогда когда люди общаются на двух языках на своем родном между собой запрещено и в коллективе ему это доставляет ну не то что наслаждение удовольствие он расслабляется что видит а коллектив общается да нормальное состояние нормальная атмосфера между водителями и оба на остановимся здесь пока не было почему красный свет стрелочку поехать можно было проехать ну ладно не хочу то есть когда идет общение да на понятном языке языке то это показа показывает то что атмосфера в коллективе дружеская и там типа какого-то каких-то кланов поляки голландцы румыны этого нет ну конечно есть они там больше между собой общаются румыны с румынами но не то что кучкуются но вместе готовят еду на неделю это все понятно по-человечески но сам факт общения ты захочешь например в каюту не в каюту а там скажем поляки да готовят и вообще никаких вопросов вот я взошел помню в каюту да мне нужен был вопрос задать вопрос про интернет-симку я захожу в каюту ой ребята кушают поляки да я ничего пожелал приятного аппетита и говорю ребята можете помочь мне да конечно и задал вопрос вообще никаких проблем нет объяснили рассказали какой тариф лучше выбрать почему этот годится почему этот не годится знаете это очень здорово то есть нету проблем а если бы это было скажем ребята и не понимали по англии кстати блок хайстер камни да очень тяжеловато общаться получается человек может быть он и хороший общительный но он не понимает по-английски поэтому стесняется тебе кажется что он не хочет с тобой общаться вот этот нюанс знание английского языка он нужен конечно если я тут побольше отработаю там я смогу как бы поговорить с тем же эриком или с кем-то и устроить сюда человека который плохо разговаривать на английском языке всем условием что он будет его практиковать и в случае необходимости я могу помочь как бы быть переводчиком ну просто это касается близких да например сын брат сват да но прошу не обижаться в условиях например никого я вообще никого из знакомых рекомендовать сюда не собираюсь как и никто не собирается те кто работает здесь потому что еще повторюсь что компания в основном работает по рекомендации потому что были случаи были случаи что приезжали ребята про которых Мартайн вообще ничего не знал никто их не рекомендовал каким-то образом находили там контакты и через две недели приезжали на базу даже через неделю бросали ключи они говорят все я еду домой а у него задания например на понедельник такие вот случаи были да ну и заключение про Хестер Камп хочу сказать что относиться надо к компании Хестер Камп как к работодателю который дает возможность начинающему дальнобойщику начать жизнь в этой профессии это очень большой плюс очень большой плюс что бы там не говорили я очень рад очень рад спасибо Хестер Кампу спасибо Ивару спасибо Лэлде Армонду кто там еще был Артурику диспетчеру Кэти за то что дали вот мне возможность спокойно работать подачу Максиму когда я устраивался потому что это реально это Цепурнос Хестер Камп по линии конечно это которая планирует выезды на работу вот вот такое вот у меня утром монолог утренний ребят ну а мы сейчас едем 210 км заодно проверю работает ли мой телефон открывают ли мне гейты по телефону я опять еще не активирован что-то очень неудобно не меняли телефоны я не знаю почему может быть раз в год менять чтобы знаете кто-то уехал потом не заезжал на базу ночью типа переспать не знаю почему но у меня там у половины ребят не было он был не активирован ну все ладно ребята будем делать второй завтрак будем ехать у меня там горячие бутерброды надо их скушать надо кофе я уже выпил лучше мы это придумаем так что включимся уже ближе к базе проверим работают ли не работают от моего телефона ворот присты присты приезжать с трассы сколько я буду? почти в 12 я буду на месте Вита звонил, едут шашлыки кушать к Игорю туда в Германию я попросил его, Вита, меня не ждите, если есть возможность возьми с собой для меня шашлычок я тебе денежку отдам но он уже холодный будет у меня мультиварка есть у меня же там еще я вчера свалил пермишель с купатами надо покушать же будет точно скиснуть пермишель быстро киснет настроение отличное только что разговаривал с бывшим коллегам Паника 2 Талли Валдиса там больше не работает что-то там непонятное произошло надо было ему грузиться он не мог грузиться что-то я так и не понял до конца ну короче расстались с Геннадием да трудно найти хороших водителей конечно но я бы работал, говорю, в этой конторе если бы если бы некоторые нюансы тоже непонятки произошли между нами ну что поделать а так все у меня там в принципе ну единственное вот эти переходы дальние из Риги через Польшу Литвы зимой ну а так все нормалек ладно не будем там держать зло друг на друга на фирму человек развивается у него свои правила он хозяин Талли сейчас занимается своим здоровьем что-то у него там я помню у него с плечом было там еще какие-то проблемы проходит курс реабилитации как-то так ладненько все это хорошо где жирафы почему жирафа не вижу 6 километров до него ну может меньше где-то он должен вылезти ну какие у меня планы приеду на базу отель Эмм отель Эмм я кстати рассматривал как вариант к нему пожить что-то там как-то дороговато было у них много заказов я смотрю сейчас еще начинается сезон наверное у меня забился наушник что я так плохо слышу надо будет почистить правый на базу документы сдать надо лампочку посмотреть у меня освещение номер с левой стороны не горит надо наверное заменить открыть открыть отверткой по-моему лампочки здесь есть там на базе там же простые по-моему карандашик да такая штучка не знаю может быть подждет меня помыться конечно надо было бы сейчас помыться не следующую субботу следующую субботу у меня 45 мы посмотрим и постираться надо бы надо бы постираться сгонять капсулы я купил ну сушиться я не буду потому что там толку от этой сушки нет никакого там есть какой-то торговый центр витас говорил и там есть стиральные машины буквально там как-то он говорил выезжаешь налево потом направо налево да зашибись налево направо потом налево ну что будем потом проверять этот самый телефон работает не работает и и должен дать мне электрический а я понял я нашел кстати резиновые резинки которые нужно будет вот наверное надо их использовать одну поперечину натянуть тогда к ней уже крепится сам эту как-то мне не нравится как крепится все время изламывается тогда буду уверен что все в порядке ребят конфетами надо угостить у меня уже целое ведро блин я думаю я вчера девчонок угостил все сети на этой на рецепшене у меня улов интересный за эту неделю целая корзина конфет блин и две бутылки вина вот же красок гуляет взять как у нас как там жустик виток скоро приедет привезет мне колодки как он мне их передаст интересно это интересно что-то я блин жирафа не вижу уже через километр а вот голова вылезает из деревьев видите с левой стороны жирафа это маяк у нас поворот интересно как там на базе наверное места нету хотя я думаю должно быть места вот как я говорю hello my friend hello how are you here alright everything ok она вправо ведь все в порядке молчит значит все в порядке если бы было бы непорядке бы что-нибудь сказал я вот сейчас по дороге кстати только две машины строится нет три машины наших ребята на трейлерах катаются работают видите зарабатывают по субботу один там рубинский парень вечен недовольны тем что у него не получается в субботу работать не знаю почему так не получается попроси эрика чтоб тебе в субботу давали работать вот никого знали может когда Ирик думает что ты не хочешь по субботам работать ха-ха-ха-ха три юит нормально а вон туда и налево мысля примчались достаточно с женой поговорил с Саньки поговорил всем привет кстати саня тебе тоже привет Саня сегодня едет в Лепенес Что-то сажать будут На хуторе Давно я там не был У них в деревне Янчик Вдруг сейчас в отеле Где-то там на Филиппинах Скоро домой прилетает Завтра, по-моему, прилетает Сморей А мы вот 12 недель запряглись И это очень хорошо А может быть, получится еще одну Попрошу недельку Если надо будет Почему нет? Ну, заранее, конечно, надо просить Посмотрим, что там Дома какая ситуация будет Потому что у нас в планах Неправильно стоит кофейная бассейна Парад начал шевелиться Андрюха его придел К чему-то там Привязал резинками Надо тоже может быть Резинками привязать И, кстати, надо попробовать сделать Эти многоразовые капсулы Если будет время заняться Может, ножик-то есть устроен Так для себя, для интереса Кофе есть у меня рассыпной Так заранее сделал Наделал капсулу И все И пользуюсь Вот, мойка Не знаю, поеду сегодня на мойку Не поеду, посмотрим Как бы уже там совсем чуть-чуть Осталось Здесь, кстати, точно можно было повернуть Я понимаю И там по кругу проехать Я, по-моему, первый раз так и делал Когда ехал на легковой машине Ну, не помню, честно Ночь была Вот мойка вот здесь Трак-вош Наших никого не вижу Теперь Что там с телефоном у меня И что там у нас С этой С местами Будет там места припарковаться Не будут Вайдас опять на базе Что-то он тоже по субботам не работает Вот сколько я на фирме И сколько Вайдас на базе Хотя работает на трейнсе Нормал трейлер Как английский говорит Я говорю Симпл трейлер Он говорит нормал трейлер Ну, вот все Сейчас уже подъедем Ну, если не работает Опять телефон Скажу Жерику В чем проблема What's happening Помню Андрюха Чабан What's happening Не договаривал Одно слово Ну, не договаривал Да What's happening У меня как-то там Много чего болтается Надо своей машине Тоже легковой навести Порядочек У меня там багажник полный Противно самому Куртку надо тоже отнести Наверное, машину Чтобы она тут Не выцветала от солнца Здесь магазинов, по-моему, нет Блин Так точно будут перевернуться У меня кофейник Все закрыто В выходные Интересно посмотреть Когда это открыто Блин, тут надо в это время В пятницу приехать Сюда Словно, вот как-то Как ее починить Эту держалку Сейчас будем звонить Будем проверять Гейтс Избранный Посмотрим, поедет Не поедет Так, там все занято О, поехали Ворота На открытие Да, здесь все занято Пойдется мне, наверное, туда ехать А, Эрика, машины я не вижу Почему-то Да, где не встать Интересно Где готовь встать Блин Где-то встать Там закрыт проезд Интересно Дико интересно Все закрыто Все забито А почему там закрыли Блин, непонятно Ладно, встанем он туда Рядом со своей машиной встанем Так и сделаем Другого варианта нет Да, точно Перепроложить Продолжение следует... Как-то слишком много машин, реально. Еще один заезжает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова